Я езжу на соревнования по футболу, но учусь хорошо. Выступаю во многих школьных мероприятиях. Я поучаствовала в конкурсе красоты. За столом сильные, смелые и, как говорится, умелые. В свои годы эти дети талантливы во всем. И хотя на новогодних торжествах в столице каждый из них бывал не раз, от очередной поездки воспитанники Некрасовской школы-интерната ждут новых впечатлений. Поднятие настроения, конечно. Радовался. Все-таки в Москву еду. Орловская делегация впервые в этом году примет участие в новогодних торжествах у мэра Москвы. Таких приглашений наш регион еще не получал. Дети почти неделю пробудут в столице. Для нас это и почетно, и в то же время это тревожно, потому что мы никогда не были, и едут ребята не на один, не на два дня, а едут на пять дней, и будут они проживать там в гостинице. И мы очень счастливы. Я очень счастлива и радостна мне за моих детей, что нам выпала такая честь поехать. Утром 3 января Орловская делегация прибыла на железнодорожный вокзал для отправки. Программа очень интересная, потому что она там насыщена и развлекательными мероприятиями, и познавательного типа мероприятия будут, и творческие там мастер-классы. В общем, все, что не даст нам, я думаю, соскучать, и то, что называется, в общем-то, чудом для детей в этом возрасте. И подарки будут, и шоу различные. У орловчан, как и у представителей других регионов, были свои отличительные особенности. Ребята едут в одинаковых меховых шапках. За пять дней им предстоит посетить музей космонавтики, центр океанографии, Третьяковскую галерею, спортивный комплекс «Олимпийский», гостиный двор и Кремлевский дворец. Вернутся в «Орел» учащиеся Некрасовской школы-интерната вечером 8 января.